Библейский портал экзегет.ру представляет Это неожиданно для повествования книг царей То, что царь оказывается праведником Ну и его завершение История его В те дни Хискея смертельно заболел Пророк Исаиес, сын Амоца, да, тот самый пророк, который целую книгу оставил Пришел к нему и сказал, вот что говорит Господь Отдай распоряжение о своем хозяйстве, потому что ты скоро умрешь Жить тебе осталось недолго Тогда Хискея отвернулся к стене и размолился Господу Господи, молю тебя, вспомни, что я искренне хранил тебе верность И от всего сердца делал то, что тебе угодно И Хискея горько заплакал Не успел еще Исаи выйти в среднюю часть города Было ему слово Господне Ступай и передай Хискея, правителю моего народа Что говорит Господь, Бог право отца твоего Давида Я услышал твою молитву, увидел твой плач Исцелю тебя, и на третий день ты пойдешь в храм Господень Я добавлю тебе 15 лет жизни И от Иссирийского царя я спасу тебя и этот город Да, защищу этот город ради себя самого и ради слуги моего Давида Вот, видите, если человек угоден Богу, описывает эту книгу Он может даже жизнь себе продлить на 15 лет смертельной болезни Господь уже вроде бы решил, что это конец его жизни Но нет, нет И Хискея именно такой человек То есть мы читаем о нем как о царе, безусловно, преданном Богу Идущем по пути своего право отца Давида И, соответственно, ради памяти о Давиде И Господь ему дает эти дополнительные годы жизни Тогда Исаия велел принести лепешку из смок Ну, то есть спрессованной, да, сушеной смок или инжир Ей обложили нарыв, оказывается, был нарыв, мы до сих пор не знаем И Хискея пошел на поправку Но Хискея спросил Исаию Какое же будет знамение, что Господь исцелит меня И на третий день я пойду в Господний храм Исаия сказал Будет себе знамение от Господа, что сделает Господь Как сказал Выбирай, спуститься ли тени на 10 ступеней или подняться Очевидно, что там было Он где-то лежал у себя на постели, наверное И видел из окна некую лестницу Там дворец или храм или что-то И понятно, что тень в течение дня перемещается Ну и она, очевидно, по этим ступеням как-то идет А Хискея ответил Легко тени спуститься еще на 10 ступеней Ну, то есть, пройти дальше Но никак ей на 10 ступеней уже не подняться Но пророк Исаия возвал ко Господу И возвратил тень, которая спускалась по лестнице Ахаза На 10 ступеней назад Как это было Ну, трудно себе представить, что земля вдруг начала вращаться в обратную сторону На некоторое время А потом опять Это совершенно нереально Зато можно представить себе какой-то оптический эффект Что-то произошло такое Что вот в данном конкретном месте Хискея видел Как это случилось Но Однако Не все так хорошо От эссирийцев отбились Возникает новая угроза В то время вавилонский церемь Рудах Баладан Сын Баладана Отправил Хискея письмо и подарки Ну, обычная дипломатическая практика тех времен Когда не просто государство, но цари Они как бы дружили между собой И вот по случаю выздоровления Нужно послать послов Отправил Хискея письмо и подарки Когда узнал, что тот был болен Хискея выслушал послов Показал им свои сокровищницы Серебро, и золото, и благовоние, и умощение, и оружейную палату И все, что только было в его сокровищницах Во всем дворце и царских владениях Хискея Оказалось, ничего такого, чего бы он им не показал Похвастаться решил Вавилонинам А сирийца же у нас угроза Вавилонине-то нет Пока нет Пророк Исаия пришел к царю Хискея и спросил Что говорили эти люди, откуда они пришли к тебе Хискея ответил Они приходили ко мне из далекой страны, из Вавилонии Исаия спросил А что они видели в твоем дворце Хискея ответил Они видели все, что только есть в моем дворце Среди моих сокровищ не осталось Ничего такого, чего бы я им не показал Тогда Исаия сказал Хискея Выслушай слово Господа воинства Грядут дни, когда все, что только есть в твоем дворце И что накопили твои предки до сего дня Будет унесено в Вавилон Ничего не останется Так говорит Господь А из числа твоих потомков, которые произойдут от себя Будут братьевнухов для дворца вавилонского царя Вот Нечу было хвастаться Понравиться вавилонинам Твои сокровища Придут и заберут Это следующая великая империя Просто ты об этом еще не догадываешься Хискея ответил на это Исаии Во благо то слово Господне, которое ты мне передал И добавил Хотя бы в мои дни будут мир и спокойствие Некий эгоизм То есть после меня мало ли что будет А я вот хорошо понимаю Я вот не знаю, что будет через сто лет после моей смерти Подозреваю, что может быть очень много испытаний моим потомкам Но моя задача вот свою жизнь прожить Хискея мыслит точно так же Он не собирается жить вечно Он понимает, что его судьба в руках Бога Судьба его народа в руках Бога И поэтому Ну, Господи, хотя бы меня ты Сберег И спасибо за это А дальше уже будут другие люди Прочие дела Хискея, его величия О том, как он устроил водохранилище с водопроводом Очень интересный момент Потому что он действительно его устроил Это сооружение до сих пор существует Туннель царя Хискея в Иерусалиме По нему можно пройти Это очень была важная вещь для Как раз обороны А когда вражеское войско осаждает город Оно же перекрывает источники воды Без воды человек жить не может совсем И поэтому источник, который был у подножья гор На которых стоит Иерусалим Ну, высоких холмов Его закрыли снаружи и провели туннель внутрь города И там водосборник, куда вода из этого источника стекала До сих пор она там есть И вода даже есть, я проходил Вот одно из немногих мест Ветхого Завета Которое можно руками пощупать Устроил водохранилище с водопроводом И снабдил город водой Записан в летописном свитке царей иудейских Очередная ссылка на недошедший до нас памятник Хискея почил с правдцами А вместо него царился его сын Менасше Ну, а с ним было уже все другое Об этом мы прочитаем в 21 главе Субтитры создавал DimaTorzok